Так, вот мы с Николаем пришли в сад. Ой, а это что у вас? А, это вы для этих самых, для рекламных картинок, наверное, привесили сюда яблоки, чтоб разные были. Вы так обманываете, наверное, клиентов, да? Или нет? Ну, казалось бы, да. Если бы это было фото, действительно, это выглядело так, что это фотомонтаж. Андрей, вы прекрасно видите, что это трясем, ничего не отваливается, ничего не приклеено. Так, не приклеено. Слушайте, правда не приклеено? На самом деле приклеено, да, вот прививка. Это прививка, да. То есть мы сейчас имеем дело с многосортовой яблонькой. Да, как ее называют, дерево-сад, семейное дерево, ну, по-разному, да? Не знаю, я свое никак не называю, хотя у меня было и по 64 сорта на одной яблони, то есть как каждая веточка. То есть делать это легко, если вы сами не умеете прививать, ну, конечно, вот можете уже купить такие в питомнике, потому что сейчас выращиваются такие многосортовые. Обычно с двумя сортами, бывает с тремя сортами. Ну, это вот просто очень красиво, потому что это что у нас? Это китайка долга. Одна из самых знаменитых китаек, и это у нас... Кандиль Орловский. Кандиль Орловский, Орловский и не садоводство, иммунный парше сорт, замечательный, еще и вкусный, ко всему прочему. Ну, если просмотреть на него, просто это молодое деревце, всего ему три года, да, на самом деле у Кандиля Орловского ярко выраженный плод. Он товарный плод, он красивый. Ну, если перевести взгляд, вот уже, это уже у нас пятеретний саженец, вот он. Вот он, покрупнее здесь. Да, это вот Кандиль Орловский, тоже здесь вот у нас с вами другое дерево-сад, это вот опять китайка долга, Кандиль Орловский основной, и еще ветвь привита Хонекрисп. Хонекрисп, в Америке очень популярный сорт. Просто считаешь, что он не зимует, но вот я вам говорю, что ветки уже привиты три сезона. На прививках можно все пробовать, зимует, не зимует, ведь то, что зимует или не зимует, рекомендации, они даны по всему дереву, они по ветке, поэтому испытывать мы можем все, что угодно на прививках. Ну что же... Это, почему он такой маленький, трехлетний, это полукарлик как раз. Мы говорили еще с вами о подвоях, вот это привиты на полукарлике. Полукарлик. Так, скажите, вот в принципе разные сорта, вот при прививке, если мы сами решили заняться прививкой, разные сорта имеют какие-то особенности? Либо прививай все, что угодно на дерево. Ну можно прививать все, что угодно, но все-таки давайте придерживаться сроков созревания. Не нужно путать зимние с летними. Растение может не все сформировать, скажем так, подготовиться к зиме и может либо часть под дерево поверить, либо целиком. Это вот основной принцип все-таки. И силы роста самого плода. Почему, вот видите, обратите внимание, у нас, так скажем, с мелкоплодной наверху, а не наоборот. Да, почему? Потому что именно из-за того, чтобы не было перегиба, да, не было вот этого вот здесь лишнего утолщения. То есть если здесь сильно рослый будет сорт, а здесь слабо рослый сорт, вне зависимости от подвоя, у нас будет портиться прививка. Поэтому все-таки, если вы хотите заняться прививкой, прививаем и пробуем, либо покупаем в питомниках, которые уже правильно привили один к другому. Ну, вообще по плодам вы мне верно подсказали, потому что у меня, например, богатырь, он растет выше, чем какие-то, допустим, орловской селекции сорта. И понимаете, когда с высоты падает богатырь, ну, тот, кто это яблоко знает, тот выращивает, ну, представляете, что это довольно больно, да. Хорошая крупная антоновка. Да, 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 совершенно верно. Богатырь – это сын антоновки. Замечательно. Яблоко хорошо хранится, но все-таки хотелось бы что-то повкуснее, поэтому я на нее и прививаю много разных сортов. Так что, я думаю, все-таки надо нам заканчивать с односортными яблонями. Оно, конечно, хорошо, но вот представьте, вот какой огромный урожай иногда бывают у любителей, когда они умеют там побороть периодичность плодоношения, там, правильно агротехника, все, там, представьте, пять яблонь в среднем на шестисоточном участке. Сколько это тонн получится? Это очень много. То есть я, например, даже раздать не успеваю. Кроме яблонь же, ему хочется пить и другие культуры посадить, а на которых можно уже не хватить места. Конечно, конечно, поэтому лучше иметь, допустим, две-три яблони, допустим, три яблони. Летняя яблоня, осенняя и зимняя, но при этом на каждой яблони несколько разных сортов, потому что хочется чего-то нового, хочется что-то испытать, хочется штрейфлинг. Штрейфлинг, без штрейфлинга, без старины, ну, никуда, потому что это такая классика, такой вкус. Пепен шафранный. Слушайте, а как вообще жить без спартана? Я не знаю, как жить без спартана, без этого вот карамельного вкуса, этого плода такого репчатого, красивого, темного. То есть хочется всего попробовать, а чтобы всего попробовать, надо научиться прививать, либо... Либо приобрести в питомнике готовой саженности. Я хотел еще рассказать про дерево-сад в плане, что нам дает вот эта периодичность или там еще что-то, красоту. Давайте разберемся, да, если даже мы с вами не понимаем, да, и не знаем, что это периодичность, там, одно плодоносит, другое отдыхает, да, что нам дает дерево-сад? В тот момент дерево питается одинаково корневой, да, и вот тот момент, когда у вас, допустим, один сорт отдыхает, а другой плодоносит, естественно, на том сорте, который сейчас плодоносит один, на нем будут более красивые, более крупные, более товарные плоды. Ну, в принципе, это сейчас у нас яблони. Или второй момент, период цветения, да, в любом случае, если присмотреться при цветении, каждая яблони, она уникальна. Она не просто белая, какая-то идет с розовым цветком, какая-то с белым, какая-то такая звездочкой, какая-то такой подушечкой. А если бы посмотреть, когда у вас много сортов привитых, хотя бы 2-3, у вас яблони уже уникальна во время цветения, она красива, она разная. Так это вы хотите еще и сказать, и, наверное, наталкиваете меня на мысль, что и цветение получается более растянутое, а значит и возвратные холода меньше страшные. Один сорт у вас может пострадать, а другой у вас как раз пропустит эту фазу. Да, да, а тут еще придет цветоед, а цветоед приходит в определенную фенофазу, и что цветет, допустим, раньше или позже, то останется. В том-то и дело, что дерево сад – это такая вещь, в любом случае вы будете с урожаем. Слушайте, как прекрасно. Это не только красиво, это не только удобно, это не только может поразить внимание ваших соседей. Вы вот, представьте, посадили вот это деревце, все, вы уже можете водить экскурсии, все, вы уже в своем садовом товарищи станете местным Мичуриным, будете рассказывать, что это вот, это вам не ГМО, это вот я специально там, да-да-да-да. То есть, интересно, интересно, здорово. Много сортовых деревьев дает много, это красиво, это вкусно, это точно вы с урожаем, это вот, особенно это важно, мы и прививаем, мы сейчас и сливу, и вишню, когда нужен опылитель обязателен, да, поэтому… А вишня еще с черешней может расти на одном дереве. Это неизменимая вещь, мы еще прививаем абрикос. Абрикос на сливу. Да, но здесь сложность, здесь абрикос, побег просто бежит, можно сказать, сильно растет, здесь нужно не упустить момент, когда его обрезать, иначе он может перерасти своего родителя, то есть ту основную дерево или основную ветвь, на что вы прививали, ну, я имею в виду, конкретно сливу или лучше. Ну, если мы про абрикос говорим, сливу, то есть на сливе, на обычной европейской домашней может расти еще слива китайская, может расти абрикос, может расти миндаль декоративная или луизиане от релоба, которая порадует очень красивым цветением, может расти алыча гибридная или слива русская, и в конце концов даже персик может расти на той же сливе. Представьте, какое получается у нас не просто дерево-сад, а дерево-большой сад. Да, но при этом нужно сказать, что вот как раз слива, она такая унифицированная вещь, можно все почти косточковые к ней привить, я имею в виду, да, ну, видно слив, то уже в яблони с грушей мы фактически прививать не можем, мы можем использовать там рябину какой-то подбойной комбинации, но не нужно делать, некоторые говорят, а у меня растет, у меня дедушка прививал и грушу, и яблоню, и рябину, и сливу, все вместе. Я думаю, не было такого прививальщика, который бы не попробовал привить на грушу, на яблоню и наоборот. Ну, это делают, по-моему, еще со времен древнего Карфагена, где процветало садоводство и где прекрасно знали, что такое прививка. Но, смею заметить, больше двух-трех лет, как правило, эти прививки не живут, можно добиться даже одного плодоношения, но все равно идет отторжение, либо обламывается эта веточка. То есть, все, груша и яблоня, они не друзья, все, не совместимы. Яблоня с яблоней совместимы, грушу не прививаем вместе. Но при этом можем рябину все-таки с грушей совместить. Ну, можно грушу привить и на рябину обыкновенную, на иргу можем привить, можем на боярышник привить, кстати, на черноплодку можем привить. То есть, груша, она дружит с более большим количеством. Как и сливом. Да, совершенно верно. А вот яблоня, она такая, она сама за себя. Ну что ж, спасибо, мы поговорили сегодня о многом, о многом интересном. И вообще, в саду находиться здорово и хорошо. И, дорогие друзья, я вот хотел вам, кроме самого сада, показать Николая. Вы просто посмотрите на него. Это человек, который может считаться счастливым, потому что то, что он любит, там он и работает. И вот для него жизнь в саду и работа – это все в одном. Поэтому вот я всегда, кстати, мечтал работать там, где мне хочется оставаться бесконечно. То есть, в саду. Здесь пригодится. Поэтому вот как хорошо, что вот у Николая так это совпало. Я к тому это говорю. Я говорю, вот у кого есть дети, у кого есть унуки. Как это вот замечательно научить ребенка тому, что будет ему нравиться всю жизнь. Это прекрасно. Запомните об этом. Вырастают добрые, хорошие, умные дети. Андрей, спасибо. Спасибо. Спасибо.